Мы, городские жители, не привыкли ходить босиком и даже во время летнего отдыха предпочитаем оставаться в сланцах и шлёпанцах. А между тем, ходить босиком полезно. Песок, трава и даже мелкие камушки – всё это стимулирует биологически активные точки, которые располагаются на стопах человека. Это естественный массаж. Стимулирование определенных участков стоп способствует улучшению работы внутренних органов. Причём полезнее совмещать ходьбу и специальные упражнения. Можно приходить, стараться углубить стопу, надавить посильнее на неё. Можно пытаться повернуть стопу под углом, под одним углом, перейти на носок, перейти на пятку. То есть такое как бы вращение стопы, чтобы был массаж. Для того, чтобы промассировать межфаланговые промежутки, существует даже такое упражнение. Пальцами ног надо пытаться подхватить камешки или веточки. Ещё хорошо закалить организм можно регулярно гуляя по сырой траве. Она, если летом ходить, стимулирует наш организм, укрепляет его. Таким образом и дети, и взрослые могут закаливаться. Если летом человек походил по траве, то зимой этот человек меньше болеет и гриппом, и различными простудными заболеваниями. Прогуливайтесь по мокрому газону или лесной полянке в течение 15-20 минут. После прогулки по влажной траве советуют либо растереть ноги, либо надеть на них сухие носки, удобную обувь и походить в течение 10 минут в быстром темпе, для того, чтобы ноги согрелись. Ходить по песку и сыпучему грунту тоже полезно. Чтобы усилить эффект, опускаемся и переходим на пятки. Зарываемся стопами в песок, пытаемся держать равновесие на одной ноге. Таким образом мы улучшаем общее состояние стопы. Начинают работать мелкие суставы, мелкие мышцы. Этот метод используется как профилактика и лечение плоскостопия и любых деформаций стопы. Ходить полезно и по коре деревьев. Она в меру жесткая, выпуклая и также обладает хорошими массажными свойствами. Говорят, со временем стопы привыкают к таким процедурам. Единственный минус – хождение босыми ногами кожи на ступнях становится сухой. Поэтому после каждой босой прогулки ноги нужно помыть и хорошенько увлажнить. Получайте от жизни удовольствие. С вами была Екатерина Маслова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok